Визуализация Визуализация – это способ, позволяющий одновременно концентрировать сознание и возбуждать в человеке соучастие. Эту фразу написал в своей замечательной книжечке, такой маленькой эссе, наш отечественный ученый, большой специалист в области принятия решений и ситуационного анализа Александр Николаевич Райков. Книжечка называется «Лепесток опоры». Понятие или научное направление визуализации возникло примерно 20 лет назад, в тот момент, когда в Америке попытались внедрить суперкомпьютерные центры. Америка – страна богатая, но она в то время не могла запустить в каждом университете суперкомпьютерный центр, поэтому они сделали 5 суперкомпьютерных центров. Собственно, они же эти суперкомпьютерные центры инициировали и развитие интернета, потому что эти центры были связаны сетью. И когда эти суперкомпьютеры начали работать, то люди поняли, что суперкомпьютеры выдают такое огромное количество данных, которые невозможно интерпретировать или понять. То есть количество данных, эти данные появлялись как вода из шланга, из пожарного. И для того, чтобы осознать или понять явление, которое моделируется или рассчитывается, нужно было какую-то придумать специальную технологию, чтобы эту информацию огромную можно было воспринять. И тогда люди осознали, что нужно обратиться к замечательной человеческой способности, видеть и понимать изображение. Возникла такая дисциплина научная, которую назвали «визуализация», которая на самом деле преобразовывала информацию в изображение. И человек уже анализировал изображение. Ежели обратиться к аксфордскому словарю, то слово «визуализация» означает «мысленное изображение в мозгу». То есть на самом деле для того, чтобы передать человеку другому большой объем информации, нужно придумать это изображение и его показать. Другой человек воспримет или даже группа людей. Для того, чтобы эту технологию на самом деле сделать научным направлением, в 1987 году была организована дискуссия на эту тему. И в результате этой дискуссии, собственно, и возникло направление, которое стало называться «визуализация в научных вычислениях». «Visualization in scientific computing». Это направление, оно, в общем-то, помогло решить проблему кризиса данных. Потому что и в то время, и в современном мире появляется огромное количество данных, которые нужно обработать для того, чтобы поддерживать развитие общества, для того, чтобы поддерживать прогресс. В этом плане, конечно же, преобразование информации в визуальные образы и способность человека видеть и понимать изображение помогли в достаточной степени решить проблему кризиса данных. Это данные, которые, допустим, получались при вычислениях обтекания самолета или шаттла при проектировании больших проектов, так называемой вычислительной газовой динамики. Это и получение данных физики высоких энергий, получение информации, которое тоже было, это научное направление связано с получением огромных количеств данных. Гораздо более интересно оказалось, что люди, когда они занимаются анализом изображений, у них проявляется интуиция. Это еще примерно 100 лет назад исследователи, психофизиологи обнаружили, что дети, которые рассматривают стереоскопические картинки, примерно 100 лет назад появились стереоскопы первые и появились в массовом использовании, оказалось, что дети, которые рассматривают эти стереоскопические изображения, они лучше решают геометрические задачи на пространственное воображение. Именно пространственное воображение помогает подключить к мыслительному процессу, процессу понимания данных, понимания процессов, подключает правое полушарие. Американскими исследователями было понято, что два человеческих полушария, они ответственны за два совершенно разных способа мышления. Левое полушарие отвечает за логическое мышление, правое полушарие за образное. И, собственно, занимается обработкой изображений. То есть, ежели человеческий мозг сравнивать с компьютером, то можно сказать, что левое полушарие – это центральный процессор, а правое полушарие – это видеокарта. Причем эта видеокарта обладает способностями обрабатывать очень много информации. И следует отметить, что примерно 80% информации, который воспринимает человек, он идет через зрительный канал. Люди осознали, что именно визуализация является мощным инструментом для прогресса в области обработки данных, в области получения информации. И в то же время было понято, что люди лучше всего решают задачи, когда они могут погрузиться в саму задачу, или в процесс, или в сцену, которую они анализируют. Вот эта способность погружения, или, например, искусственное воссоздание этого погружения вот в это искусственное пространство, оно породило новое научное направление, которое стало называться виртуальное окружение, или виртуальная реальность. То есть, это такая технология, которая погружает человека в искусственный мир, или, говорят, кибернетический мир, в кибернетическое пространство. И оно дополняется, конечно, другими органами чувств, например, звуком, то есть звуковое сопровождение. И более того, человек может в такой технологии манипулировать данными в виртуальном пространстве. Вот создание такого пространства, где человек погружается в это пространство, воспринимает информацию как наиболее естественным образом и может манипулировать данными, стало называться виртуальным окружением или виртуальной реальностью. Эта технология, конечно же, уже показала себя в очень многих областях. Прежде всего, это тренажеры, наибольшие успехи были достигнуты в авиационных, автомобильных и судовых тренажерах. Это управление или конструирование сложных изделий или сложных процессов. Это обработка больших массивов данных, это всякие геоинформационные технологии. И особенно существенно, конечно же, эти технологии проявляют себя в так называемом ситуационном моделировании, которое помогает лицам, принимающим решения или экспертам, воспринимать информацию и получать так называемую ситуационную осведомленность. То, что называется человеческий фактор или ситуейшеналоварность. Для этого были созданы и построены специальные ситуационные центры, которые позволяют именно экспертам или лицам, принимающим решения отрешиться от каких-то реальных проблем, погрузиться в ту проблему, которую они решают. Например, обсуждение чрезвычайной ситуации или обсуждение вопросов, связанных с выходом из этой чрезвычайной ситуации. Какие действия нужно предпринять, какие могут быть прогнозы. Вот такого типа задачи, они, конечно же, очень мощно опираются на технологии виртуального окружения. Таким образом, технология виртуального окружения, она предназначена для того, чтобы имитировать реальный мир. И делать виртуальный мир очень сильно похожим на реальный, который бы выглядел, звучал и даже имитируется и запахи, или тактильные ощущения, которые позволяют решать довольно много прикладных задач. Например, вот в последнее время очень здорово развиваются задачи, связанные с применением вот этих технологий в медицине, всякие медицинские тренажеры. Задачи, которые помогают, допустим, вот такая задача решалась, когда на судне находится врач, не специалист. И ежели произошла какая-то ситуация, где нужно ему оперировать человека, и он не может это сделать, но не специалист в данной области, ему помогает система, которая, значит, с помощью так называемого виртуального консилиума, то есть фактически на берегу собирается команда людей, которая может показывать, каким образом нужно проводить операцию, визуально человеку показывать и делать ему подсказки в тот момент, когда он проводит такую операцию. Ну, конечно же, очень много задач прикладных, связанных с развлечениями, это игры, и даже есть такое понятие серьезных игр, которые на самом деле очень сильно помогают осваивать сложные процессы, ну, сложные процессы, либо, например, даже боевые действия. Известно, что дети или там призывники, которые прошли через игры, где вот всякие войны разыгрываются, они гораздо лучше воспринимают службу в армии и лучше воспринимают вот все эти вопросы. Очень многие задачи решаются с помощью этих технологий. Ну, перспективы, конечно же, вот прежде всего это так называемое телеприсутствие. Вот хорошо известная уже, допустим, вот технология видеоконференции, она себя хорошо зарекомендовала, когда люди, принимающие коллективное решение, находятся разрозненно далеко друг от друга. Вот с помощью видеоконференции они помогают понять лучше друг друга, но видеоконференция, она ограничена вот возможностями технологическими. Телеприсутствие, оно создает реальную обстановку, когда люди могут как бы находиться в одной и той же комнате, обсуждать одни и те же проблемы, и эти проблемы, в общем, манипулируя одинаковыми одними и теми же данными. Уже достигнуты даже определенные успехи. Вот в нефтедобыче, когда, например, люди обсуждают там проектирование каких-нибудь скважин, они разглядывают там какую-то часть, находящуюся под землей, там земные слои, и они могут манипулировать этими данными, могут обсуждать и проектировать, или там не только проектировать, но и решать проблемы, связанные с эксплуатацией скважин, с какими-нибудь проблемами, которые возникают в процессе такой эксплуатации. И это на самом деле реальные, реальные такие проблемы. И, конечно же, очень существенно такого типа технологий, вот технологий виртуального окружения, дают очень большое преимущество при решении каких-нибудь фантастических задач. Ну, например, высадка на Марсе, или для тренировки, или вообще для проверки подготовленности экипажа для такого типа операции, или проведение каких-нибудь экспериментов, которые, в общем-то, практически невозможны, или очень сложно реализовать, или очень дорогие, а задачи достаточно актуальны. Например, есть такая задача, которая решается, уже начинают ее решать с помощью технологий виртуального окружения, это, например, нейтринная томография Земли. Когда, например, с помощью виртуальных нейтринных пучков мы можем просвечивать Землю, с другой стороны, мы можем детектировать нейтрино, и можем судить о структуре внутри Земли. Такого типа эксперименты, они требуют очень тщательного планирования, и их можно планировать только вот на основании моделирования, на основании вот не просто моделирования, а моделирования с демонстрацией, каким же образом это все происходит. Поэтому вот технологии эти трудно переоценить, и на самом деле технологии виртуального окружения, решения этих технологий, они рассматриваются как такая же серьезная проблема, как атомная проблема или проблема космическая, потому что они на самом деле дают очень большое преимущество и решаются тоже, в общем-то, громадными коллективами. Вот, можно в частности отметить, что, например, в Соединенных Штатах мощный скачок или толчок этим технологиям был дан, когда администрация Клинтона приняла решение о прекращении ядерных испытаний, полностью переход на компьютерное моделирование ядерных взрывов и демонстрация последствий этих взрывов с помощью систем визуализации. Субтитры создавал DimaTorzok